Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии в начале недели. Очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, вы собрались силами и, соответственно, готовы, чтобы снова возвращаться к нашим старым добрым спекуляциям. Время идет, вот уже, по сути, февраль. Мы следим за долларом, мы ждем по-прежнему тех самых реформ, которые нам обещал Трамп еще во время своей предвыборной кампании. Но пока что только лишь риторика, касающаяся протекционизма и никаких стимулов и, соответственно, никакой надежной поддержки для длинной идеи по доллару. То есть, то, чем можно было оправдать возможность сохранения и продолжения того самого бычьего ралли, в том числе и по паре доллар-японская иена, которую мы наблюдали в конце 2016 года. Но, опять же, наверное, если долго ждать, все-таки можно дождаться. Я понимаю то, что оснований для роста американцев все-таки очень много. Даже если анализировать макроэкономическую картину, только цепляясь за фундамент национального происхождения, мы найдем с вами очень много аргументов, свидетельствующих о том, что рост доллара, он, в принципе, неизбежен. А если уж к этому добавить и ожидания действий со стороны Трампа, то, понятное дело, что американец в 2017 году может оказаться одним из самых динамично растущих активов. Но давайте поговорим обо всем подробнее. Начнем мы, как и всегда, с рынка нефти. Клосс заключительной сессии прошлой недели 56.83. Сейчас актив торгуется на отметке 56.97. Видим то, что постепенно, мало-помалу, актив двигается в южном направлении, для себя увеличивая собственную стоимость. Хотя мы с вами стараемся детально анализировать фундамент, буквально все составляющие, влияющие на этот актив. Регионы, сделку ОПЕК, опять же, ища те условия, которыми можно пользоваться и основания для того, чтобы для медведей оправдать снижение. И уж точно я пока даже, несмотря на тот фундамент, который присутствует, не рассматриваю возможности для покупок. Что касается актуального новостного фонда, что же интересного было, в принципе, на рынке нефти в пятницу и почему у нас этот инструмент прибавил. Ну, во-первых, здесь стоит отметить то, что в пятницу первые реальные результаты по ограничению добычи, уже статистически подтвержденные, представила Россия, которая читалась о том, что сократила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Это, правда, не предел и не полное соответствие индивидуальной квоте, которая была взята на себя, собственно, этим регионам. Но это еще одно подтверждение того, что регионы, присоединившиеся к сделке, они действуют в соответствии с договоренностями. Они ограничивают предложение и пытаются, соответственно, поддержать вот этот высокопарный посыл, связанный с тем, чтобы решить проблему с перенасыщением рынка. Думаю, что многие трейдеры уже знали, что регионы действительно следуют этому соглашению, аналитическому пакту, поэтому в России, может быть, даже не нашли серьезный момент поддержки для восходящей динамки нефти. Но есть и еще один фактор, который, возможно, был отыгран с большим интересом. Это факт роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Ираном. В данном случае США уже пригодили возможность ввода новых финансово-экономических рестрикций и ограничений в адрес Ирана, как следствие того, что они проводят испытания баллистических ракет, которые якобы не должны были иметь место быть. В любом случае, пока что санкции, это вопрос остается открытым. Но есть уже первые действия, решительные меры. Они стали достоянием общественности в конце пятницы, буквально под закрытие дня, когда США сообщили о том, что вводят их против 13 физических лиц и, по-моему, 12 компаний, некоторые из которых задействованы в аналитическом секторе. В любом случае, нужно прекрасно понимать, что вопрос санкций в адрес такого серьезного игрока на рынке углеводородов, это то, что может привести к ограничению экспортных поставок, снижению. И ограничение экспортных поставок – это, соответственно, тот самый базис, которым можно будет оправдать недостаток сырья и обеспечить рост этого актива. Возможно, то поведение и тот интерес к нефти, который мы видели в пятницу, связан как раз с этим новостным фоном. Но в то же время на другой чаше весов, на противоположные, есть и факторы, указывающие на то, что Brent остается уязвимым инструментом. В частности, наш излюбленный отчет Baker Hughes под закрытие недели в пятницу мы постоянно анализируем, потому что это количество нефтяных платформ и терминалов, выводящих нас на показатель по общей добыче нефти США. Baker Hughes, вот статистика. С 566 штук у нас природство на 17 до 583. Мы ожидали то, что восходящая динамика и тенденция роста сохранится, поскольку если уж сланцевая нефть пользовалась, опять же, спросом, и сланцевый бизнес возвращался к своим промышленным реалиям, еще при ценах свыше 50 долларов за баррель, то тогда, когда актив торгуется на отметке выше 55, конечно же, здесь уже все созданы условия для того, чтобы больше нефтяников, опять же, было в этом бизнесе. Мы видим то, что количество терминалов растет. Уже говорили о том, что сланцевый бизнес оттолкнулся одна, и эта тенденция роста сохранится. Я думаю то, что через неделю уже мы будем с вами констатировать значение выше 600 нефтяных платформ, и можно будет даже поговаривать, что объемы добынчей только на сланцевый, опять же, фактор производства превысит 4,75 миллиона баррелей в сутки. То есть можно уже постепенно ставить на то, что сланцевое производство составит чуть ли не 5 миллионов от общей добычи. Поэтому текущее производство по планкам 9 миллионов баррелей в сутки добываются, в США уверен то, что в ближайшее время эта планка будет уже минимальной, и цены, точнее количество нефти по добыче будет неуклонно расти, как следствие прироста нефтяных терминалов, о котором я только что сказал. И буквально несколько часов назад нам был представлен отчет по активности в сфере услуха Китая. Важный индикатор, который также позволяет нам оценить состояние китайской экономики вслед за промышленностью, у нас здесь спад 53,1 с 53,4. То есть снова говорю вам про то, что китайская экономика испытывает прежние серьезные экономические трудности, которые могут повлиять, конечно же, на долгосрочные показатели спроса. Поэтому помимо позитивного фона, который связан с возможными стрибциями в отношении Ирана, и опять же резонансом сделки ОПЕК, я думаю, что этот новостной фон уже всем надоел. Есть и свежие актуальные цифры, указывающие на то, что в любой момент бренд может оказаться под серьезным прессом. Поэтому наша с вами цель, как и раньше, это ставим на снижение. Рубль против американца 59,29, здесь закрепление выше 60, это также вопрос самого ближайшего времени, потому что мы с вами говорили и про потенциал слабости нефти, я сейчас снова повторил это, ну и, конечно же, про те действия, которые предпринимаются монетарными властями. Повторяться не буду. Если вас интересуют вопросы интервенций, если вас интересуют спекуляции, которые осуществляются Минфином по поводу возможности девальвации рубля, если вас интересуют слабые макроэкономические картины, можете посмотреть брифинги прошлой недели, я детально разбирал эту ситуацию. В общем, ждем пару выше 60. Наша с вами ближайшая цель в соответствии с текущими ценами на нефть, это 62,63 против американца. Дальше идем. Доллар против иены. В пятницу американская валюта, безусловно, была чуть ли не основным, с точки зрения интереса инструментом, потому что в пятницу у нас была возможность проанализировать состояние американского рынка труда «Нонфармперл». Сразу куча отчетов. Это количество новых рабочих мест. Внести из хозяйственного сектора 227 тысячи. Против прошлого 157 тысяч. Между прочим, максимальное значение за последние 6 месяцев. Уровень безработицы вырос на 0,1% со 4,7 до 4,8. Здесь негатив искать не нужно, потому что рост уровня безработицы на фоне увеличения количества новых рабочих мест это следствия того, что все больше экономически активного населения ищет работу. Я даже сказал бы, что это позитивный момент. И средняя заработная плата, вот здесь, пожалуй, единственный негатив, который стоит отметить, но пока у нас, как я обычно говорю, нет тенденции и нет основания говорить о том, что сломлена тенденция улучшения. Рост заработной платы, он остается на приемлемом уровне, но не на таком, как мы наблюдали месяц назад. 2,5% в годовом выражении с 2,9%. И в месячном 0,1% с 0,2%. Помимо этого, у нас был еще индекс активности в сфере услуг. Хорошее, в принципе, значение. И комментарии Эванса и Вильямса. Чтобы не разбирать, опять же, отдельно комментарии каждого из них, можно было проследить просто такую жесткую середину их риторики. Она была связана с тем, что прогресс на рынке труда сохраняется. Оба они высказались по поводу, опять же, вот этих актуальных цифр по состоянию американского рынка труда, отметив то, что это еще одно подтверждение того, что рынок труда будет поддерживать идею более жесткой монетарной политики. Ну и по поводу, опять же, процентных ставок, что они ожидают от действий Национального центрального банка, что видим, что Эванс отметили, что три повышения процентной ставки уместны. И следующий уже стоит ожидать по итогам мартовского заседания. Я считаю то, что это правильное суждение. По крайней мере, та картина, которую фундаментально мы с вами анализируем по штатам, она не позволяет нам говорить о том, что американская экономика не готова к этим самым решительным действиям со стороны ФРС. Может быть, доллар пока не отреагировал ростом, хотя мог бы быть такое ощущение, что доллар сейчас, в принципе, наплевательски относится к любой статистике. Или, в принципе, уже не сомневается, что поддержка с этой стороны точно есть. И можно закрывать глаза на локальные релизы, потому что тренды уже неизменно восстановительные. Возможно, доллар интересует сейчас только одно. Что же скажет Трамп и насколько быстро он начнет реализовывать обещания по поводу экономического стимулирования и поддержки экономики? Как только Трамп перестанет будоражить рынки протекционистскими заявлениями, а вернется к поддержке, опять же, национального бизнеса, через, вы знаете, увеличение бюджетных расходов, в целом через программу бюджетного стимулирования, через снижение налогов, смещение регулирования, вот тогда у доллара появится хороший буст для роста, который нам, как трейдерам и спекулянтам, преимущественно средне-долгосрочного порядка стоит просто дождаться. Нужно иметь терпение, безусловно, терпение на рынке Форекс и в рамках фондовой секции, на рынке производных инструментов. Это то, без чего вообще торговать ни в каком случае нельзя. Но в отношении трейдеров, которые делают большую ставку на фундамент, терпение имеет еще большее значение, потому что все долгосрочные тренды, они реализуются только по мере исполнения ожиданий. В данном случае мы ожидаем поддержки со стороны Трампа и до тех пор, пока он не скажет то, что интересует рынок, доллар все-таки к растущей динамике не вернется. Сейчас пара доллар-японская иена торгуется на отметке 112.52. Я, как и раньше, верю, что этот дуэт активов окажется выше 115 и в долгосрочной перспективе сможет двинуть даже на еще более высокое сопротивление. Евро против американца. Поскольку в пятницу, даже несмотря на фундаментальную поддержку, мы видели слабость американцев, этим воспользуюсь рисковой активов всей, без исключения. Ну, разве что только фонд еще просел. Евро чуть подрос, здесь еще также стоит отметить и статистику, в частности, по активности в сфере услуг Германии и Еврозоны 53.4 с 53.2 и активности в сфере услуг Еврозоны 53.7 с 53.6. Параллельно вышел отчет по роничным продажам, и вот здесь вот я сразу хочу провести небольшой разбор полетов, потому что роничная продажа, как показатель, характеризует у нас активность потребителей в регионе. Минус 0.3 в месячном выражении, спад в годовом, также скромное значение 1.1 с 2.5. Это как раз следствие, а лучше сказать подтверждение того, что потребительская активность остается на крайне низких значениях, а тот рост инфляции, который мы с вами видели, он базируется не на активности потребителей, а на восстановлении цен на энергоносители. Снова возвращаю вас к комментариям Драги, который призывал всех быть крайне бдительными и понимать то, что ЕЦБ ориентируется на показатель базовой инфляции, который в меньшей степени зависит от цен на энергоносители. Поэтому, не видя достаточной поддержки через хорошие показатели внутреннего спроса, пока что Европейский Центральный Банк, даже несмотря на рост основного показателя инфляции, не отказывается от действующих экономических стимулов. Это долгосрочный фактор давления на евро. Сейчас котировки 1.07.74. Мы, как и раньше, ждем, что этот фундамент и сильный доллар смогут обеспечить снижение пары в районе 1.05. Фунт против доллара у нас снижается. Реакция на суперчетверг. Вы помните, что ставка, объем покупок активов, эти параметры остались без изменений, но трейдеров изначально интересовали прогнозы по инфляции и темпом экономического восстановления. В общем, оба этих направления пересмотрены со снижением, и это и обеспечило фунт слабостью. Но на рынке сейчас активно бытует мнение, что прежде чем будет инсирована 50-я статья, это, скорее всего, не раньше марта, как я уже отмечал, торопиться с затяжными короткими позициями не стоит. Лучше попробовать использовать потенциалы как-то срочного роста. И этот, опять же, потенциал может быть реализован в ближайшее время, поскольку сейчас трейдеры снова после столь насыщенных последних дней по макро-статистике уделят больше внимания и решению Верховного суда, и голосованию в двух палатах парламента, и прежней позитивной риторике Терезы Мэй. Я считаю то, что мы можем еще использовать ралли восходящего характера и должны это делать. Сейчас котировки 1.2484. Если вы еще не покупали пару, то можно сделать это после пробоя сопротивления 1.25 и с прежней целью 1.27. Если вы уже в длинной сделке, давайте ждать более высоких значений. Новозеландец и австралиец. Два инструмента, которые будут интересны на этой неделе, поскольку у нас ставки. Что касается австралийской валюты, то здесь у нас по-прежнему слабые инфляционные ожидания и возможный намек на снижение процентной ставки. То есть Резервный банк Австралии будет пересматривать ее уже завтра с утра. Я надеюсь, что австралиец окажется с этим под давлением. Что касается Новозеландца и в целом новозеландской экономики, здесь ситуация с инфляцией получше. И может быть руководство Резервного банка Новой Зеландии уже не будет ссылаться на показатели низкой инфляции, как аргумент для новых решений по снижению ставок. Но в то же время я напоминаю вам, что Резервный банк Новой Зеландии делал ставку на то, что курс слишком высок. И курс новозеландского доллара создает риски для национальной экономики. Я считаю, что сейчас, если они не забыли то, о чем говорили, пора бы уже вмешаться в ситуацию, хотя бы словесной риторикой, обеспечить снижение новозеландского доллара. Потому что на текущий момент мы видим то, что пара находится на ноябрьских максимумах. И уже пора действительно распускать. Я предлагаю пока что подождать даже возможности того, что Новозеландец прорвется у нас в район 0,74. Сейчас котировки 0,7315. И уже оттуда продавать с целью ухода в район 0,70. Американский фондовый рынок практически на исторических максимумах. И здесь картина также не меняется. Как мы начали этот год с ожиданием стимула со стороны Трампа, так пока и продолжаем действовать. Собственно, так же, как и все американские фондовики. Пока что текущая динамика настраивает нас на позитивный лад. И то, что исторические максимумы будут снова переписаны. Я думаю, что не стоит еще отказываться от сделки покупки американской фонды и возможностью закрепления S&P выше 2300 пунктов. Золото 1222. Снова мы далеко пробрались выше отменки 1200 долларов за тройскую унцию. Причина слабый доллар. Других причин искать не стоит. И, как я уже отметил, как только ситуация в отношении американца изменится, мы снова увидим возвращение этого инструмента к более оправданным и, мне кажется, более предсказуемым ценовым значениям. То есть, золото я все-таки жду ниже 1200 долларов за тройскую унцию, но без поддержки слабого доллара, точнее сильного доллара. Этой идеей реализоваться будет очень трудно. Из важных событий сегодняшнего дня выделить, по сути, нечего. Но отчеты будут позже, на этой неделе. Я буду держать вас в курсе. Соответственно, поскольку обязался с самого начала делать это, как фундаменталист. И надеюсь, что информация будет для вас полезна. Остается только пожелать вам хорошей, прибыльной очередной недели, прибыльных, результативных сделок. Ну и заключительное напутствие, как и всегда, пожалуйста, контролируйте риски, потому что сейчас рынок весьма волатильный. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.